Эй, йоу! Всем привет, братья мои и сёстры! С вами, как всегда, Яша Моро, и добро пожаловать в Judgment Apocalypse Survival Simulation. Simulation. Симуляцион. Называй как хочешь, братишка, но это новая игра в Стиме. Значит, я, как и обещал, начинаю снимать разные-разные игры, делать первые взгляды. Рубрики у нас давно этой не было, поэтому, братишка, рад, что ты меня поддерживаешь в этом. Ищем что-то интересное, смотрим, оцениваем, как говорится, и так далее. Никакой рекламы, чисто нашёл в Стиме, хорошие отзывы, надо чекнуть, значит. Тем более, связано с апокалипсисом, а эта тематика мне близка. Значит, это истинный, настоящий тру-симулятор апокалипсиса, как я почитал. Нихрена себе здесь. Песочница, почти все аспекты игры значительно упрощены, лёгко уменьшены потребности выживших. Обычная сложность, настоящий вызов, скорее всего, первые несколько попыток будут неудачными. Ну, давай попробуем, давай посмотрим, давай, давай, обычная сложность у нас пускай стоит. Показать обучение, давай посмотрим, что здесь-то, ух ты. Новая игра, боец, рич, ремесленник, Бетти. Курильщик. Курильщик? Здоровье минус 10, выносить минус 15. Вот, видишь как, восприимчивый, обзора плюс 2, верующий. Исследование плюс 30, любитель оружия. Это, короче, мои начальные пацаны, как я понимаю. Игра, знаешь, чем-то напоминает, насколько я понял, по скриншотам. RimWorld. Вы были в очередном в ежемесячном походе в лесу. Вам нравятся походы, ведь это побег от ежедневной рутины. Внезапно, из лесной тьмы выскочили два охотника, крича вам, «Прячьтесь!» Позади них раздавались громкие, рычащие звуки. Из-за дерева появилось нечто. Тварь, подобную которую вы раньше не видели. Что-то со страниц страшных сказок. Оно сцепилось с охотниками. И начался бой. И чё? Кто пизды-то кому дал? Смотри, какой красивый демон. Какой красивый. Радостный. Так, подсказка Q, нажмите бла-бла-бла. Ваша маленькая группа укрылась в лесах. Двое охотников в последний раз проверяли оружие. Джемми, Джереми и Чендлер. Никогда раньше не сталкивались с подобными существами. Но они всё ещё остаются ветерадами. Блять, у меня мышки-дивида на записи. Мышки-дивида на записи. Мышки-дед на записи. Чёрт, я не дочитал. Ублюдки. Я не дочитал. У меня мышки на записи нет. Чёрт, побери. Смотри, у меня подписчики не видят мышки на записи. Вы чё, блин? Вы чё? Показать курсор, захват курсора. Поехали. Видим мышку на записи. Видим мышку на записи. Хорошо. Хорошо, всё. Прошу прощения. Это была небольшая паника. Чё я здесь должен делать? Значит, F1. Защита. Это пошаговое говно, да? Как я понимаю? Ну, точнее, игра. То есть здесь нужно... Да-да-да-да-да. Пока мы ходим. Пока мы ходим. Опа! Ни хрена себе! Лечись, Джереми! Хилься! Захилилочка. Захилочка пошла. Понял, понял. Понял, как это работает. Ещё раз захилиться не можем. Мочкаль его. Всё? Где демоны? Где? Чё я пропустил? Блять, какая-то надпись была. Ещё одни. Ещё лезут демоны. Ещё лезут демоны, Джереми. Джереми! Чендлер, уходи! Уходи, Джереми! Чендлер, уходите, Джереми! Что делать-то, блять? Нападают демоны. Херачьте их. Вот этих вот, вот, вот. Смерть с косой. Давай, руби её. Руби её. Руби её, Джереми. Херачьте их, Чендлер. Молодцы! Молодцы, ушатываем, жнеца! Молодцы! Красавчик, я думал, нам пиздец. А Джереми, вооружённый клинтком, отлично подходит для бойца первой линии. В то время как Чендлер, вооружённый винтовкой, лучше атакует издалека. Выжившие с оружием дальнего боя получают штрафы и атакуют на защите против существ, находящихся в соседних клетках. Поставьте Чендлера позади Джереми. Существ становится всё больше, охотники должны применить все свои навыки и способности, чтобы выжить. Джереми! Джереми, блять, мы уже лечилку проюзали! Чендлер! Чендлер, стреляй по них, Чендлер! Собак! Чендлер! Гончи, гончи, Джереми! Блять, лечиться, пацаны! Грену кидай, Грену кидай, ёптвою мать! Нормально, демона! Демона хера, Чендлер! Хорошо всё. О, мы справляемся. Джереми, Джереми, вперёд! Нормально всё? Нормально, пацаны? Всё, смотри, Чендлер всех раскидал, смотри, жмурый. Вот это я понимаю, вот эта игра, вот это я понимаю, это охуенно. Ты видел, да, вообще? Странные существа мертвы. Что это? Откуда они взялись? Выглядят словно демоны из очередного заурядного фильма. Но это не конец. Вы слышите ещё больше рыков восьми леса. Большая группа грозных созданий выползает на поляну. Они окружают охотников, а охотники кричат им вам бежать. Не стоит больше терять времени, вы делаете то, что они просят. Вы забираетесь на холм, с которого открывается вид на близлежащий город. Весь горизонт в огне. Ветер доносит до вас панические крики и грозный вой. Эти существа повсюду. Возврат в город явно не лучший выбор. Вы решаете двигаться прочь от города, вглубь леса. Вы находите большую поляну. Пока что пора остановиться на время и понять, что произошло. Нихуя себе вот это поворот. Вот это игра. Вот это да. Ты видишь, братишка? Че, как у тебя дела, кстати? Че, как у тебя, игра нормальная? Как бы, я знаю, что многие стратегии хуяги не очень любят. Но я люблю игры, знаешь, особенно постапокалипсис, хуяльпсис, вот это все. А мои любимые игры, одни из моих любимых игр, очень долгое время были. Фоллэч первый, Фоллэч второй. Поэтому я в них очень много задрачивал. А тут вот такая вот, смотри, какая охеренная тема. Из сражения с этими существами вы вышли сильно помятыми. И полностью изнуренными. И теперь вам нужен отдых. Сейчас вы в безопасности, но до сих пор слышите периодические взрывы из города, оставленного позади. Вы счастливы, что вам удалось пережить атаку. Безусловно, это только дело времени, когда власти призовут на помощь бомбардировщики в борьбе с существами. А сейчас слишком опасно даже думать о возвращении в город. И ваша группа решает переждать некоторое время в лесах. Осталась лишь жалсткая горстка о выживших, которым предстоит соорудить какое-то подобие убежища, чтобы иметь шанс дожить до спасения. О, здесь можно строить, смотри-ка. Вот здесь, создание задач. Выжившие сами выбирают все задачи. Рубить деревья и врань, рубить деревья. В игре множество объектов, которыми можно взаимодействовать. Чтобы строить здания и создавать предметы, откройте меню строительства или производства. Билд это билдинг, да, получается, строительство. Для начала выберите объект, зачем место его размещения, shift, да, с помощью клавиши shift. Чтобы продолжить строительство объектов, можно вращать. Некоторые объекты можно построить только в определенных местах. Например, шахты можно строить только на клетках. Соответственно, доступное место для размещения постройки подсвечивается. Так, значит, мы хотим построить хыжину. Мы хотим построить хыжину, да. Используйте для прибежения или отдаления. Значит, что нам здесь нужно? Рич. Рич. Тебе нужно дерево подстричь, Рич. Арманд. Ты начинай строительство, Бетти. Так, а где у нас ресурсы? Так, значит, рубка дерева пошла. А где у нас ресурсы? У нас вот здесь есть шахты, да. Есть, получается, какое-то говно. Это мусор. Его, наверное, нужно убирать, как я понимаю. Мы получаем дерево плюс один. А лом, научные очки, пища. У нас есть пища, да, в определенном количестве. Но я не вижу древесины. Какой-то тайничок у нас. Можем перематывать. Рич, ты вырубил все, Рич? Продолжай вырубить деревья. Так, значит, а ты что делаешь, Арманд? Ты чем занимаешься? А значит, Арманд построить хижину. Так, подождите. А где у нас склад? Вот, вот, получается, древесина. Древесина 11. Так, Бетти тоже у нас закончила. Давай направим ее на выработку. Исследования. Research, Basecraft, бла-бла-бла. Исследования открывают новые постройки и рецепты предметов. Каждое исследование стоит того. Слушай, а демоны на нас нападать будут? Основные оружия, оккультизм, ритуалы. Охереть здесь. Охереть здесь приключений нас ждет. Это что такое? Металлическая руда. Нужна ли она нам? Так, хижина у нас построена. Уничтожь хижину, не надо. Значит, что нам здесь нужно? Обеденный стол нам нужен здесь по-любому. Так что, давай, Арманд, занимайся строительством обеденного стола. Значит, Бетти и Рич нарезают. Здесь нам нужно поставить колодец. У нас здесь есть вообще вода, чтобы колою? Колодец пускай будет перед домом. Бетти, начинай работать над колодцем. Рич продолжает у нас рубить дерево. А где демоны? Будут нападать демоны или нет? Карта вроде бы небольшая. Карта вроде бы небольшая. Все заняты свои. Что мы можем делать в обеденном? Двигать обеденный стол. Мы можем так. Хорошо. Что еще нам нужно здесь сделать? Кровати. Кровати. Нам нужно еще одну хижину, как минимум, сделать. Как мне кажется. Перед обеденным столом кровати. Охеренно вообще. Бетти добивает воду. Рич у нас занимается вырубкой. Так, учимся выращивать. Сле мысли крутятся вокруг демонов. Кто-то из группы уверен, что они скоро заберут наши ваши души. А другие считают, что они могут встретиться с демонами и понять, что они хотят. Тем временем, поиски Ды становятся важнейшей проблемой. Так что вам придется выучить основу земледелия и вырастить свою собственную. Вам нужно создать немного информации и поэкспериментировать с запасами. Постройте стол для экспериментов и изучите фермерство. Охереть вообще. Мне что, новую хижину нужно? Я хочу большую хижину теперь. Понеслась, понеслась. Эту кровать мы можем двигать, если захотим. Ну, пускай вот здесь будет кровать. Эй, передвинь ее, Бетти. Бетти, передвинь. Достала уже водой заниматься. Рич, Рич, продолжай нарубать, Рич. Вода нам не нужна. Нам нужна большая хижина и нам... Ага, понял, понял. Ты делай, короче, стол для экспериментов. Здесь у нас будет экспериментаторная. Рич продолжает работать. Бетти передвигает кровать. А где демоны? Где демоны? Кто на нас нападет? Кто на нас нападет? Скорость мы можем как-то увеличивать? Так, наверное, вот так вот чисто. Давай сделаем вот так вот. Вот, здесь у нас все хорошо. Рич, продолжай рубить деревья. Деревья нам нужны. В инвентаре у нас 28 дерева. Есть камень, есть салат. И есть очень много питьевой воды. Бетти, ты достала уже свою воду, блин, фармить. Так, создание однотипных задач. А, подожди-ка. Нужды. Подожди-ка, Бетти. Бетти. Могу ли я выделить несколько деревьев? Бля, я пропустил, как там это нужно было. Мне нужно начать исследование. Арман, хватит, хватит делать. Назначено исследование, Рич. Значит, нам нужно заняться исследованиями, правильно? Производство. Обработка дерева. Оружие. Основные фермерства. Требуются научные очки. А у меня научные очки два. Куда спать пошел, Рич? Нам еще нужны кровати, черт побери. Доски и шерсть. У нас нет шерсти вообще, абсолютно. Когда вырастет, можно срубить. Нам нужно дальше заниматься исследованиями. Сейчас Рич поспит. Значит, и пойдет опять у нас рубить дерево. Господи. Рич! Рич, бич! Давай. Вот сюда вот. Бетти, а ты что не исследуешь, Бетти? А, ты спать хочешь тоже? Арман фармит у нас информация о выживших. Снаряжение. Имейте снаряжение выжившего, щелкая по слотам. Каждый выживший имеет небольшой набор навыков на старте. Навыки дают различные преимущества и недостатки. Профессии уровней. Эвейшинг, эйзерин. Нихрена себе! Выбрать броня, выбрать снаряжение. У нас абсолютно ничего нет. Есть навыки, да, получается. Стойкость, бла-бла, лечение травмом. Пистолеты, ближний бой, механическое оружие, стрельба, урон. Рич, он боец у нас получается, да? Арман, у нас стойкость, шахтер производства, собирательства. Понял, понял. Кто-нибудь исследованиями займитесь, пожалуйста. Нам нужно очков побольше, чтобы сделать исследование. Хватит уже, это нам не нужна уже вода. У нас воды, блин, больше, чем нужно. 81 питьевой воды. Вам что, больше делать нечего? Вот так вот делаем. Все через шифт прокликали, все нормально. Так, Бетти. Бетти, ты опять спать? Блин, а где нам нужно взять шерсть, понимаешь? И нам нужны доски. Они похавали только что. А нам нужно фермерство срочно изучать. У нас шесть очков, все нормально. Изучаем фермерство. Ваше исследование фермерства происходит прекрасно. Вам необходимо построить хотя бы две фермы, чтобы попытаться прокормить себя. Но вокруг можно... Рубите деревья, построите две овощные фермы. Овощная ферма. Так, хорошо. Все это сделаем перед домом. Да, Бетти. Бетти, хватит уже исследовать. А не, нормально, пускай Бетти занимается исследованием. Она у нас кто вообще? Что у нас по навыкам у нее? Уклонение, опыт... Окультные исследования, блядь. Ну пускай, пускай будет оккультное. Это что такое? Производство. Выжившие могут производить множество материалов, ряды и снаряжения. Так, а что мы должны для производства делать? Дубинку нам нужно сделать. Обязательно две дубинки нужно. И вооружить всех дубинками, мне кажется. Так, Рич, хорошо. Хорошо, у тебя есть дубинка. У тебя тоже есть дубинка. Все, теперь если демоны нападут, мы будем давать им звездяков. Так, хорошо. Все у нас проходит хорошо, но нам не хватает кровати, нам нужно добыть шерсть. Где нужно добыть шерсть? Материал для производства, цена покупки... И где? Где мне шерсть собирать, блядь? Так, Бетти, разберись-ка вот с этим. Посмотри, что здесь. Арманд, и ты вот здесь. Посмотрите, что там в мусоре у нас валяется, пока у нас Рич спит. А что вот это у нас такое? Что это у нас за дырки такие? И для чего они нужны? Рич дальше пошел заниматься исследованием, пока мы здесь занимаемся уборкой мусора, да? В ресерч мы можем дальше. 20 нужно, да? Очумелые ручки. Приготовление пищи нам тоже нужно изучить. Ну, смотри-ка, находят там всякие разные штуки интересные. Все хорошо, кто-то пошел спать. Лучше бы вы шерсть нашли, ребята. Мастерская. Ну, я не знаю. Давай мастерскую сюда тоже забубеним, как бы. А раз мы можем. Значит, здесь что мы должны? Полив растений. Бетти, займись этим. У нас все... Бетти пошла спать. Вот сучка, а? Бетти, ты что, работать не хочешь, Бетти? Ну, давай, Рич, может быть, ты что? Слушай, интересная игра. Такое залипалово, блин. Мне даже как-то это... Мне нравится. Что ты думаешь по этому поводу? Интересная вообще? Нет, дичь. У нас одна кровать пока. В этом вся проблема. Бетти! Займись, пожалуйста, вот этим. Потом уже хлам этот раскопаете. Что у нас по дереву? Древесина у нас нормальная. Так, здесь мы это сделали. Готовность слишком низкий. Короче, сбор урожая мы сейчас проводить не можем. Рич, пожалуйста, хватит. Очков нормально, Рич. 26 очков. Значит, что у нас? Простую экипировку сделаем. Давай. Все, у нас изучение пошло. Как я понимаю. И у нас до сих пор одна кровать. А вот с этим что можно сделать? Добыча глины. Хорошо, Рич. Давай добудем. Армант задолбал. Сделай что-нибудь нормальное. Здесь мы пока ничего не можем сделать. Бетти все фармит у нас. Так, добываем глину. Но нам нужна шерсть, да? Это что такое у нас? Металлическая руда. Тоже нужна. Рич добывает глину. Понятно. Все хорошо. Это все ясно. Глина у нас есть теперь. У нас есть задание. Построить две овощные фермы у нас по заданию, да? Ну, давай сделаем две. Нам нужен камень. Рич, ты не то добываешь, Рич. Ты почему такой глупый, Рич? А где у нас здесь камень? Вот, иди добудь камень. Иди лучше добудь камень. Что у нас здесь? Здесь по еде все нормально. Здесь мы тоже не доделали. Бетти только жрет и жрет. Сколько у нас еды? 19 салата. Опа. Так, а в мастерской что мы можем сделать? Подожди, двигать ее не нужно. Что-нибудь можем в мастерской сделать? Производство. Мы можем делать лом, стрелы, салат. Нам нужны овощи. А для чего, блядь, я ферму сделал? Где наши камни? Сколько у нас камней? Два камня. Камень. Рич, давай добивай. Так, значит. Здесь, наверное, нужно лесок прорубить, чтобы удобно было к этому всему, соответственно, подходить, как говорится. Рубка деревьев. Займись, пожалуйста, рубкой деревьев. Нам нужно вырубить все эти деревья, ребята. Хватит уже жрать. Рич, добывай камень. Нам нужна еще одна ферма, Рич. Еще один камень. Давай. Опа. Хорошо. Демоны вроде бы пока не явились к нам. Все, у нас воды пиздец. Просто, просто одна вода питьевая. Нам еда нужна, ребят. Нам жрать нужно что-то. Так. Очумелые ручки. Приготовление пищи. Вот что нам нужно. Нам нужно приготовление пищи срочно делать, Бетти. Хватит спать, Бетти. Все хорошо. Ты и так счастливая, хорошая. Изготовьте три дубины. Я уже это сделал. Так, нападение. Никто из вас не думал, что группа смогла убежать от демонов. И точно маленький Бес прогуливается рядом, заметил лагерь. Где нападение? На вас нападают. Вооружитесь перед битвой. Уничтожьте всех атакующих. Все хорошо у нас. Все хорошо. В бою все выжившие контролируются напрямую. Выжившие атакуют противника в пределах досягаемости оружия. Для выбора выжившего нажмите... После выбора нажмите правую кнопку перемещения и атаку. Держивая, нажмите правой кнопкой атаковать в движении. Вон он, демон! Рич! В атаку, Рич! Это вонючий огненный бесенок! Хорошо! Вау! Сера! Огненный бесенок! И все, что ли? Осознание факта того, что вы смогли успешно защититься от нападения демонов, слегка подняло ваш боевой дух. Прошло, однако, уже немало времени. А с момента их появления в помощи от военных по-прежнему нет. Тяжело принять мысль о том, что, возможно, вас не спасут вообще. А как насчет того, чтобы возглавить ополчение из выживших и попробовать противостоять демонам самостоятельно? Вам следует подготовиться. Вокруг вашего места дислокации есть несколько точек, в которой можно поискать что-нибудь полезное. Ресурсы, материалы или предметы. Нужно организовать исследовательский поход в ближайшие интересные места, недалеко от лагеря. Демоны часто проходят через этот лес, поэтому разведотряд должен быть хорошо вооружен. А панель инструментов... Ну, это я все понял. Это все понятно. Так, демону здесь пиндарики, да, пришли. Нам нужно дальше заниматься исследованиями. В любом случае, Бетти спит. Рич вообще красава. Рич у нас все сделал. Нам нужно срочно изучать приготовление пищи. Надо направлять вообще тех, кто умеет лучше всего что-то делать, как я понимаю, да. То есть, если там Бетти... Бетти вот такая девочка у нас по навыкам, да, у нее с исследованиями очень хорошо, насколько я понимаю. То есть, Бетти и должна заниматься исследованиями, получается. По идее, ее нужно направлять. Этот пускай дособирает ресурсы. Рич, видимо, пошел спать у нас. Как я понимаю. Нам нужно больше очков исследований. Че, к Ричу хотела лечь? Оба-на! Пища на исходе. Да, ребята, пища на исходе, потому что вы не умеете готовить, потому что Бетти, сучка, не доделала все нужные исследования. А почему она не доделала? Потому что я ее заставил заниматься совсем другими делами. Так, давай, хватит спать, Рич! Рич что-то постоянно спит. Нам нужно как? Нам нужно приготовление пищи срочно. Овощная ферма. Где наши овощи? Где наши овощи, блядь? У нас нет овощей. У нас куча воды. У нас лома. Да хренище. Глина есть. Есть сера. Не знаю, для чего он нужен. Я чувствую, мой лагерь потерпит неудачу. Потому что мы делаем все неправильно, видим. Нам нужно срочно сделать приготовление пищи. Обеденный стол. Это понятно. Бла-бла-бла. Это все есть. Окультная библиотека. Это нам точно сейчас не нужно. Рич продолжает нарубать дерево. Здесь нужно ухаживать за фермой. Здесь еще мусор. В мусоре до хрена лома. Но в принципе мы это очищаем, да? Давай лучше займись вот этим. А Бетти продолжает исследование. 26 очков нам нужно. Так, а что я там нажал до этого? 10 плюс 4. Производство. Карта мира. Ёлы-палы. Обозначены различные локации фермы, базы, город и так далее. Вы также увидите миссии, различные события, тактические группы. Это база, а это что? Ферма. Добыча. Овощи. Здесь есть овощи. А на нашей базе что? Нихера себе у вас здесь карта! Вот это я понимаю. Простую экипировку можно производить. Две штучки простой экипировки мы сделаем. Искусственный интеллект выжившие. Выжившие сами выбирают все занятия. Однако, возможно, тонкая настройка. А приоритеты можно поставить, получается. То есть, допустим, Бетти, у нее приоритеты могут быть там, я не знаю, обыск, сбор воды. Пускай у нее приоритеты стоят на производство, фермерство, научные исследования. У нее и так стоят приоритеты на это. Так, хорошо. Хорошо, у нас все хорошо. Приготовление пищи. Все, мы сделали приготовление пищи. Теперь мы можем сделать плиту. Нам нужно больше камня. Мне нужно больше камня. Рич-Бич! Рич-Бич, иди сюда. Иди, хватит спать. Нам срочно нужно готовить что-то. Нам нужна плита. Нам очень нужен камень. Короче, ребята, нам нужен камень. Это приоритет. Иначе нам пиздарики. Понимаешь, Бетти? Бетти, хватит уже заниматься исследованиями. У нас еда на исходе, да? 10 плюс 4. Лекарства зато есть. Зато мы можем быстренько излечиться, черт побери. Вот у нас вонючий лагерь. Сейчас демоны, наверное, придут скоро. И экипировку можно назначить, да? Да, давай. Сделаем экипировку. Давай. Мы еще изготовили экипировку. У нас все одеты в экипировке. Все хорошо. Камня нужно как можно больше. Вот, наконец, мы можем сделать плиту. Блин, а вы пройдете здесь, ребята? Надеюсь, пройдете. Рич? Рич, пожалуйста, займись строительством. Камня нужно добывать дальше. Дальше куда мы идем? Заготовка воды. Первая помощь. Так, значит, производство. Обработка дерева. Нам нужно доски, посох, деревянный щит, тренировочная площадка. Господи! Так, обработку дерева мы сделали. Теперь мы можем с Мари сразу строить. Доски, пшеница, стол для экспериментов. Это было лесопилку можно поставить. Слушай, а вот это вот интересно уже. Вот это уже начинает меня прям радовать. Посмотри, как много всего здесь. Здесь просто жесть вообще. Заметности и эволюция противника. Существует несколько факторов, влияющих на сложность боев в джаджмент. Эволюция противников. Со временем нашествие демонов развивается, и враги становятся сильнее. На поздней стадии игры вы будете встречать большие группы сильных существ. Враги постоянно замечают ваше присутствие. Большую популяцию. Сложнее скрыть, и такую колонию будут замычать быстрее. Господи! Это я понимаю. Здесь очень жесть, наверное, начнется скоро. Так, давайте построим вот это. Посмотрим, что там Бетти Хуети делает. Это все понятно. Значит, Рич Бич, он спит пока у нас. Рич, подъем уже. Подъем. Давай достраивай. Нам нужно еду делать, как бы в любом случае. Тут, ребята, займитесь, пожалуйста, да, вот этим. И вот этим тоже займись. Потом, наверное, Арман, дособирай вот это говнецо. Плюс 12 у нас помидоров. Наконец-то мы урожай собрали. Нихера выжрать там! А, это вы как раз приготовили, не? Делайте сборочки, делайте сборочки. Делайте, ребята, молодцы, молодцы. Молодцы, охеренно. Нам здесь нужно много чего очищать, по идее. По идее, мы не можем сейчас вот этим вот заняться. Нам нужно сделать вот... Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вот так вот сделать. Вот так вот. Вот это вот все вырубить, чтобы поставить нам еще одну хижину. Да, если вдруг на лагерь нападут, как бы, чтобы все было весело и хорошо у нас. Так, приготовление пищи у нас есть. Идем вот сюда. Производство. Требуется обеденный стол. Ну, там и так это делают, да? А вот для хлеба нам нужен пшеница. Эврика! Некоторые говорят, что придумать это просто то ли дело или реализация. Научные исследования, тем не менее, всегда начинаются с идеи. Бетти иногда говорит во сне. В основном, всякую ересь, конечно. Но сегодня ее бормотание не просто бред, а, по-видимому, настоящий прорыв. Ух ты! Нам дали значительно больше всего. Мы можем лук с тобой сделать, да? Так, лук. Производство кирпичей. Нахера оно нам нужно? Скорость рубки. Вот это мне нужно. 240 очков. Эффективный сбор. Вот это мне нужно. Заготовка еды. Потребление воды минус 10 будет. Оккультизм. Ритуалы. Господи, сколько здесь всего? Нам нужна еще одна хижина в любом случае. Что там, еды хватает нам? Пшеница нужна. Глину нужно тоже вырубить. Почему и Бетти занимается херней всякой? Не, нормально, еду производим. Нам нужно больше людей, мне кажется. И нам нужна еще хижина для того, чтобы строить всякое говнецо, которое нам... Лесопилку. А мы же можем здесь лесопилку сделать? Ну, вот где-нибудь чисто. Чисто вот тут вот. Да, можем как бы. Так, Рич Бич. Делай все, что нужно. Давай вот так. Бля, слушай, меня что-то это... Игра слишком увлекла. На самом деле, не зря у нее такие оценки. Потому что она с первых минут. Мне прям интересно этим заниматься всем. То есть, знаешь... А есть игры, которые... Как тебе объяснить? Время убивалки, да? И вот мне кажется, идеальное говнецо такое, вот именно чтобы... Блядь... Вот реально, ты хочешь чем-то позаниматься, чтобы быстро время прилетело? Охуенная просто игра. Охуенная. Я ничего пока плохого не могу сказать. Играется интересно. Реально. А ничего. А где у нас... Вот Бетти у нас сейчас в бронежиле. Кстати, да. Смотри-ка, бронежилет тоже виден. Нам нужно лома побольше для того, чтобы делать экипировку. Теперь мы можем лук и посох с железным наконечником делать, насколько я понимаю. Рич. Так, ребята. Нам нужно здесь дорубить древесину в любом случае. Я не знаю, кто этим будет заниматься, конечно. Арман у нас... И нам нужно больше кровати в любом случае в доме поставить. Нам нужно больше древесины. Рич, перестань, блядь! Рич! Рич пошел похавать, да? Рич, займись, пожалуйста, лучше... Лучше деревом, Рич. Рич, мне нужно, чтобы ты сделал... Бетти, блядь. Работай, Бетти. Работай, работай, работай. Нам древесина нужна. Пускай Рич вон занимается исследованиями, Арман будет заниматься вот этим. Пока у нас очков исследований много. Еды, конечно, маловато. Никто не занимается сейчас садом вообще. Пускай Арман потом этим займется. Надеюсь, он сможет этим заняться. Так, значит, да. Значит, мы можем производить доски теперь, да? Но нам сейчас не нужны доски, нам нужна большая хижина. Поэтому нам нужна... Да как ты заебала меня, Бетти, блядь. Ты можешь дерево рубить нормально. За всеми не уследить, понимаешь? Всем нужно отдавать приказы. Всем, всем... Блядь, куда пошло? Давай работать. Все работают, все работают. Дерево нужно вырубать, хижину строить нам. Так, так, отлично. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Враги приближаются! Атака неизбежна. Откуда? Откуда враги? В сторону базы движутся враги? А где они? Подожди. Режим обороны. Активируем режим обороны. И где и с чем-чем связаны режим обороны? Так, давай стойкость. На вас нападают! Вооружитесь перед битвой! Все нормально. По мере усиления противников вам потребуется лучше планировать битвы, чтобы выжить. Укрытие. Некоторые объекты на карте являются укрытиями. Подожди-ка. Давай посмотрим, где у нас враг. Подожди-ка. Бетти получается в укрытии. А где остальные? Откуда враг-то идет? А, вон сверху-сверху-сверху идет. Оба-оба! Все вместе, все вместе, Бетти, уходи! Так, бич. Бетти, принимай его. Вдвоем, вдвоем, вдвоем. Так, хорошо, вскрыли его. Так, замечательно. Арманд. Хорошо. Ну, убивайте бесенка уже. Так, найденные предметы. Они все серу приносят, блин. Огненные бесенка. Эти стреляются, получается, огненные бесы, да, ребята? Да, получается, эти стреляются. Давай, нам нужно кровати больше поставить. Боже мой, вот это дичь. Вот это дичь мы переживаем. А что по еде? Еды все меньше, потому что никто не занимается. Арман сейчас занимается строительством. Ладно, займись, Арман, ты лучше приготовлением пищи. И ты, Бетти. Воды у нас и так много. Давай, Бетти, поставим приоритеты. Не для того, чтобы она таскала... Блядь, ну... Фермерством занимайся. И научное исследование уберем. Она прокачалась, да, получается, здесь тоже? Уклонение. Давайте уклонение поставим ей. Давайте уклонение поставим. Здесь мы поставим стойкость. Давай мы здесь поставим стрельбу. Рич у нас будет стрелок. Короче, нам нужно лук будет делать. В любом случае, мне кажется. Разведка. Вблизи вашей базы замечены вражеские разведчики. Вы должны уничтожить их раньше, чем они вызовут подкрепление и атакуют базу. Чё, блядь? Вы чё, с ума сошли? Этим я должен тоже заниматься всем? Подождите-ка. Так, подожди-ка. Давай-ка мы их найдём. Арманд. Так, Бетти. Я не вижу. И на карте их тоже не видно. Хм. Это очень странно. Я нигде не вижу разведчиков. Где эти говнари? Вблизи вашей базы. Ладно, иди спать. Я не вижу разведчиков. Слушай, это как-то интересно очень. Рич. Рич, тоже займись лучше приготовлением чего-либо. Нам нужны кровати. Доски и шерсть. У нас только одна кровать, чтобы спать. Я понимаю. Это всё очень херово. Нам придётся всё-таки изготавливать. Блядь. Нужно дерево. Нам нужно дерево. Нам нужно... Ребята, блядь, я залип. Я не знаю, правильно ли я всё делаю. Но, по крайней мере, мы пока выживаем. У нас недостаточно еды вообще абсолютно. Еду, конечно, складывают. Вроде бы успеваем готовить. Но это не то, что нам нужно. По приоритетам, по сути, у нас очень много всего надо построить. Очень много. Нам нужно очень много ресурсов. Но ещё и нужно успевать... Почему ты постоянно водой занимаешься? Блин, меня это бесит уже. Торговец. Мутная компашка выживших появилась на окраине вашего. Оказалось, что они пришли бы торговать с вами. Они остановятся на несколько часов и пойдут дальше. Торговец. Так, чё мы можем у них купить? Вода нихрена не нужна, да? Не, не надо нам этого. Подожди, что нам нужно? Медикаменты? Демонические доспехи. Демонический лук. Нихера себе вы требуете сколько всего. Маскировочный костюм. Консервы. Хлеб. Они торгуют за лом, что ли, только? Им нужен лом, я понял. Это, конечно, проблематично. Нам нужен лом. Ребята, нам нужен лом. Бетти! Рич! Почему никто ничего не может? Отменить сбор лома. Подожди-ка. А никто не идёт собирать этот лом? Вот это вот интересно. Смотри-ка. Лом никто не идёт. Отменить, допустим. Ну, пожалуйста. Я сделал. Никто меня не слушает. Всем похуй. Ребята! Это режим планирования обороны сейчас у нас? Не понял. Почему меня никто не слушается? Ребят, я не хочу режим планирования обороны. Я хочу режим управления. Так, Бетти. Бетти! Бетти! Слушайтесь меня все, блядь! Чё, меня никто не слушает? Один Армант! Бетти! Почему я нахожусь в режиме планирования обороны? Вот это вот интересно. М? Н? Я отменил режим планирования? О, да. Отменил, наконец-то. Всё, я понял. Бетти, иди. Так, значит, по очкам исследований. У нас очень много очков исследований. Бля, я залип, короче, ребята. Я, я залип. Сбор ресурсов давай сделаем. Коктейль молотого нам не нужен. Производство кирпичей нам тоже сейчас не нужно. Заготовка воды. Это нахрен не нужно. Мне нужно больше... Всё, всё связанное с едой. 240, короче. Нам нужно 240 сделать по-любому. Пока Бетти собирает, Арман там делает. Ребята, короче, это залипало. Я считаю, что для нашего обзорчика этого времени было достаточно. Полчаса уже заигрались. Короче, что могу сказать. Игра интересная. Игра интересная. Игра, так сказать, знаешь, возвращает меня времена, когда я залипал в RimWorld. Да, кстати, я даже RimWorld стримил, если ты не знал. Когда-то очень-очень давно. Но, в общем, я могу сказать, что залипнуть можно. Если ты хочешь продолжения от меня. Наших приключений с Ричем, Бетти и всеми прочими. Не забывай поставить лайк. Я думаю, на этом мы закончим наш обзорчик. Я ставлю игре 7 из 10. Я бы немножечко ещё поработал над графикой, наверное. Хотя она, в принципе, приятная. Ну, как-то вот хочется ещё, понимаешь, по атмосфернее. Спасибо тебе. С тобой был Шимора. Мы увидимся на новом видео. Давно у нас не было таких рубрик. Поэтому, надеюсь, тебе понравилось. Пока-пока, дружище. До новых встреч.